А вон внизу Наташа идет. Смотрите, потеряла меня. Какая маленькая. Привет, мои хорошие. Немножечко жарко, но это не останавливает нас от съемок второй части. Касар-эль-Хосен. Замок, дворец. Это просто чудо в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. С вами канал Училка Физкультуры в Эмиратах. Ставим лайк, пишем комменты, подписываемся. Поехали на вторую часть. Не буду сравнивать ни с чем. Не была я в Риме. Напоминает даже не Колизей. Нет, я не буду сравнивать. Это замок Касар-эль-Хосен в Абу-Даби. С чего же начать осмотр? Так, вон открыта в башенке дверца. Есть лесенка. Пойдем и узнаем, что там. Ну что, будем подниматься. Еще раз осмотрим территорию. Какая же красота. Дорогие гости столицы Эмиратов. Очень рекомендую это место к посещению. Настоящая история. Ну, пойдем. Поднимаемся. Я вижу уже экспонаты, показывающие быт. Так интересно сделаны плетеные такие коврики. Такая вот стена из травы. Чайнички, корзиночки. И такой современный диванчик. Ну, прикольно. Вижу, что здесь еще очень много всего интересного. Ну, поднимаемся и смотрим, что же за дверь в башне. Ну что, поднялись мы на башенку. И отсюда, наверное, великолепный вид. Действительно, было видно очень много всего. Хотя, вот смотровая башня конкретно. Вот чертауэр напротив. Интересно, туда можно будет пройти потом? Ну, ступеньки есть, попробуем. Ну, а пока заходим внутрь. Я так понимаю, просто здесь вот башня и все стены. Как они были, как они должны быть. Потолок. Башня, окошечки. О, и глубина показывается. Так, и чтоб телефон не выронить. И холодок такой дует. Ветер продувает. Хорошо здесь постоять. Ммм, плохо и далеко падать. Так, ну хорошо, ладно. Посмотрим, что здесь у нас. Рассказ. А, это башня находится у нас. Мы можем найти ее на тысячной купюре дирхамов. Обязательно, если будет у меня купюра в тысячу дирхам, покажу вам. Вот тысячная купюра. Смотрим, да. One thousand дирхамс. И вот эта башенка. Интересно. Какая знаменитая башня. Ну, сейчас попробуем сюда выйти. Не знаю, если охранники не побегут, все хорошо. А, понятно, здесь стеклянная дверь. Вот оттуда мы с вами пришли. Небоскребы. Такой шар всегда означает эти салат. Это у нас средство связи интернета. Типа, как Киевстар. И вот вид. Вид просто космос. Все, спустились мы с башенки и входим сюда, в помещение. А, ну, в принципе, здесь ничего такого нету. Все убрали. Здесь пуфики и стоят мои вещи. Сразу я их закинула и пошла ходить. И вот здесь красивейшие коридоры. Но внутри, помните видео про дворец шейха Зайда? Переходите по ссылочке, если не видели. Вот там точно такие комнатки, но, конечно же, во всех отделениях стоят. И лампы, и ножи. И вот вся утварь, которой пользовались. Вот здесь уже, наверное, все убрали. Не знаю. Здесь абсолютно пусто. Абсолютно ничего нету. Сейчас посмотрим еще в одной комнате. Ну, тоже абсолютно пусто. Зато можно полюбоваться видами. Красиво. Решила пройтись полностью по коридорчикам. Ну, вот здесь все-таки что-то есть. Монета напоминает какой-то ксерокс. Не ксерокс. Ага. Так. Здесь у нас большая инсталляция. Фотография. Агу-даби. Наверное, нужно просто взять наушники и идите послушать. Но вот сейчас-то я не буду это делать. Время на ковида не буду. Ага. Здесь вот инсталляция. А, красиво, как оно сделано. Можно сказать, целую картинку, как Абу-даби и сам замок выглядел. А сделано оно из вот таких вот, видим сейчас, таких стеклянных полосок с наклеенной фотографией. Красиво задумано. Ну, а в отделениях пусто, ни кровати, ничего нет. Вот он, замок как стоял. Смотрите, пустынька, да, замок и пустынька. А сейчас замок, небоскребы, богатая государство. Ну, вот, на самом деле, я думала, это наушники лежат. Думаю, как лежат-то, как послушать. Не протираются и такие вот старенькие. Ну, казалось бы, не вариант для эмиратов. Это радио. Это радио в Абу-даби, когда можно было слушать сообщения. Такие исторические времена без интернета. Так что это первое такое сообщение между Абу-даби, другими эмиратами, другими городами. Не, ну, конечно, не слышно ничего сейчас. Вот такие вот наушнички. Не, наушнички, конечно, современные. Не, наушники современные, конечно. А вот это вот все старое радио. Это уже заработало. Переключать надо будет. Ну, давай сейчас сломаем радио еще. Не, не. Мы все еще в замке Вельхоса и слышим, как мой один зовет на молитву. Красота. Красота. Нашла еще несколько комнат. Сейчас вам быстро покажу. Тут уже история семьи Эль-Нахаян, которая правит Абу-даби. Шейхи Шейхаза, Шейхзайет. В общем, много такого всего, но я не буду вас утомлять. Наверное, это скучновато. Поэтому пойдем дальше. Нашли интересную комнату. Это северный манжелис. Мы все помним, что такое манжелис. Это место сбора, собрания. Здесь манжелис. Здесь в нем столб имитирует пальму. А все вот эти вот деревья, они из мангровых зарослей Арабских Эмиратов. То есть очень круто сделано. Круто и достойно этого дворца. Здесь есть много комнат интерактивных и просто про историю семьи Эль-Нахаян. Но будем вам показывать только самое интересное. В одной из комнат стоит детская кроватка. Называется она Манас. И еще мы нашли здесь машинку. Это не современная машинка. Она такая вот железная-железная с настоящими педальками. То есть вот на какой машинке катались будущие шейхи. Ну, а потом уже пересели на Феррари. Еще интересная комната с тканями. Платьишки! Сейчас наведется. Красивые какие узоры, цвета. Здесь комната, где делали платье для шейх, жен шейхов. Или просто девочка, если родилась семья шейха, она будет шейха. Шейх – это мужчина, шейха – это женщина. Если шейха Латифа подарила зоопарку Эляйна белого тигра, я вам рассказывала, видео зоопарк Эляйна. Вот шейха. Она родилась в королевской семье. Здесь находятся вещи шейха Шахбута. Шейх Шахбут – это человек, который передал власть шейху Зайду. Шейху Зайду, которого мы знаем. Шейх Зайд, который первый президент Объединенных Арабских Эмиратов. Вот фотографии шейха Шахбута. Здесь его трость, палочка. Его костюм. Очень модный. Вот там шейх Шахбут. И его нож, но он называется кинжал. Здесь написано ханджар. Ботинки такие классные. И еще одна шикарная комната. Девчонкам точно понравится. Здесь модные одежды, в которые одевались шейхи, в которые одеваются современные эмиратские девушки. Стараясь подражать шейхиням. Вот узнаем. Бурка. Железная маска, которую носят женщины. Я узнавала у девчонок. Сейчас не настаивают ни мужья, ни родители. Но вот старые такие семьи, и там их бабушки, прабабушки сами носят эту бурку. В принципе, она еще от песка защищает. Но в данный момент, как я интересовалась у своих студенток, они говорили, что это уже выбор такой самостоятельный. То, что женщины закрываются, да. Если она хочет быть открытой, она может спросить у своей семьи, либо если замужем, у мужа, либо у семьи мужа. Там уже как договоритесь. Но вот именно конкретно бурку сейчас, вот такую вот, подъеду ближе, вот такую бурку, это уже в данный момент решает сама женщина. И действительно, в молах я видела несколько очень-очень пожилых, пожилых женщин, и вот у них на лице была бурка. Но это опять-таки, это ее выбор. Все еще мы в этой комнатке с бурками и платьишками видим на пальцах ног прекрасные, великолепные кольца. Вот они также представлены здесь. И медальоны с лицом шейха Заяда. Дальше сережки, бусы. Красота. Столько всего интересного, столько всех комнат посмотрели. Сейчас выходим. Очередная угловая башня. Вот возле всех четырех башен дворца мы и побывали. Еще раз можно встать и насладиться великолепным видом. Ну что, мои хорошие, по традиции показываем туалет. Итак, туалет замка или дворца Касар-Эльхоса. Такая красивая штучка. Ну, идемте, зайдем. Так, мэл. Такой мужчинка в кондуне нарисовал. Ага, для инвалидов. И женщина в обае. Ну, поехали. Красивые такие стены. Вот как под замок. Действительно и пахнет очень приятно. Ой, это ноги мыть. Знаете, все мусульмане пять раз в день молятся. И очень важно именно молиться с мытыми ногами. С немытыми, упаси Боже. Ну, туалет пока производит впечатление. Такие умывальнички подсвечиваются фиолетовым цветом. Ага, вот смотрим. Здесь вода, здесь мыло. Сейчас посмотрим. Ага, понятно. Если я там проведу уроку, значит мыло. Ага, здесь сушилочка. Драй. А ну. Что от сушилочки? Сушилочка пока не работает. Возможно, из-за ковида. Я не знаю. Так, ну давайте посмотрим сам туалет. Бумажка есть, туалет есть. В смысле есть. Все есть. Все красиво оформлено. Так, ну давайте посмотрим последний туалет. что у нас тут написано. Ага. Вот тут вот правило. Как пить воду. Даша подсказывает, как пить воду. В общем, читаем правила, ставим на паузу и ставим лайк. Мы спустились на первый этаж. Здесь тоже очень много комнат. Интересные утвари, кроватины. В общем, ребята, очень рекомендую, кто будет в Абудабе, посетить это место. Обещала показывать вам интересные комнаты. показываю. Эта комната называется то, что покупалось на рынке. Что ж покупалось на рынке? Конечно же, ковры. Какой красивый узор. Далее, драгоценности, ткани. Конечно же, масла. Сколько мы уже с Наташей видео сделали, как мы покупаем масла в магазине. И тут такая интересная история про шейха Салима, который перед Аидом, Аид это большой праздник, спрашивал каждую свою жену, то есть, то есть, то есть, здесь написано, что она желает на праздник. И ходил со списком по рынку. И обязательно в комнатах должны стоять такие вкусные сладости халва с орешками и кешью в финиковом сиропе. Сейчас покажу, они тут тоже есть на столике с сундучком. Вот такой вот молодец шейх был. Каждую свою жену радовал. Мужчины, берите на заметку. А эта комната посвящена женщинам, что жили в Эль-Касре. Что меня первое поразило, это шейха, которая первая научилась водить машину. Ключи и брелок. Это просто круто. Вообще молодец. Тут не сказано в каком году, но первая шейха Котбин Шахбуд. Молодец девочка. Научилась водить машину. Была первой женщинам-водителям. Браво! Знаете, чья это комната? Комната шейхи Салямы, матери великого шейха Зайда. Вот шейх Зайд и его мать шейха Саляма. Нечто похожее мы уже видели в моем видео про дворец шейха Зайда. тогда я показывала апартаменты шейха Зайда и его жены Фатима. так, а что это у нас за бутылочка? Это масло. Так вот, что же в бутылочке? А в этой бутылочке сырая нефть. Здесь история, что именно шейха Саляма подарила бутылочку сырой нефти ее сыну шейху Зайду, который стал великим правителем Эмиратов. Что просто он знал, как она выглядит. И здесь в этой истории пишется, что многие не знают, как выглядит сырая нефть. Вот такая история бутылочки. А вот такие красивые деревянные ворота называются лэгис гейт или фэмили гейт. То есть ворота для женщин или ворота для семьи. Как раз эти ворота отделяли шейху Саляму, мать шейха Зайда от остальных членов семьи. Вот это были конкретно ее ворота. Вот мы заходим в комнату шейха Шагвута. Шейх Шагвут брат шейха Зайда, президент Арабских Эмиратов и сын шейха Саляму, соответственно. Что мы здесь видим? Мы здесь видим его радио, очки, газеты. Что самое интересное, на радио написано «Зенит». Интересно, это радио вообще откуда? А что мне понравилось? Футбольный мяч. Один из сыновей старший, сын шейха Шагвута Султан играл в футбол. Он стал членом первой футбольной команды в Абу-Даби. Шейх был футболистом. Просто здорово! Какие звуки из радио. Знаете, что это? Это флаг Абу-Даби. Флаг Абу-Даби, который в 1958 году был впервые представлен шейхом Шагвутом. Красный флаг и белый квадрат вверху. вверху написано в левом углу. Получается, когда мы смотрим в правом углу. Ну, так да, если смотреть, получается в левом. У Абу-Даби есть свой флаг. Этого не знала я. Работая здесь пять с половиной лет. Хотя все команды в Абу-Даби по форму играть, кстати, или в красном, или в белом цвете. Ну, теперь все ясно. Следующая комната это Манжлис Шейха Макбута. Здесь решались спорные вопросы. Были заседания. Потолок такой красивый деревянный. Сундучок, кофейничек, чашечки. Конечно же, непременный атрибут. Ковер с красивым орнаментом. Сундучок. И вот мы видим фото Шейха Макбута с чашечкой. Да, он любил чашечки с таким узором. И вот такая же чашечка. Ну, написано не точно это. Асимилер. Очень похожая чашечка, из которой, возможно, когда-то пил сам Шейх Макбут. Здесь вот под стеклом у нас. А вот это было место готовки во дворце. И звуки даже. Тут я не знаю, передает ли микрофон. Тут звуки, что моется посуда, насыпается еда. кофе, феники. Кофе. Оказывается, не еда, а кофе. Гахва. Как кахва. Как кава звучит. Это традиционный арабский кофе со специями. Вот он был внесен в 2015 году наследие ЮНЕСКО. И звуки приготовления здесь кофе. Вкусного, великолепного арабского кофе, который я просто настаиваю, чтобы вы попробовали, когда будете в Арабских Эмиратах. Ну и, скорее всего, последний экспонат в Ольхосене Самфорд. Мы его уже видели при входе в первой части и вот сам форт. Новый форт был построен вокруг старого форта. Ну да, мы так и видели. Сначала был маленький форт, когда мы на входе покупали билеты, мы сделали видео, и потом он разросся до огромного. Мы выходим из дворца Касар-Эль-Хосен, и здесь рядом, как вам сказали, митинг-холл. Ну, что-то типа современного Манжелиса. Такие двери просто классные. Огроменные деревянные двери с красивым узором. Нас уже здесь ждут. А теперь смотрите, какой митинг-холл. С микрофончиками. Какая резьба на окнах. Какие потолки. Узоры просто сумасшедшие. Зайти я не могу, но покажу вам. Микрофончики, пепельнички. Вот такой митинг-холл. Похоже для шейха по Будаби. Здесь, я так понимаю, сидит один секретарь, второй. И угадайте, кто на экране? Конечно же, первый президент Арабских Эмиратов, великий шейх Зайд. Флаг Эмиратов. И шикарная дверь. Напоминающий вход в старинные замки. Выходим из зала. Здесь еще есть комната. Тоже шикарные узоры на дверях и шикарный ковер. Ага. Люстра тоже очень красивая. И здесь уже документация. Документы. можем увидеть такие айдишки, карточки, местные резидентки, вырезки из газет. Слева узнаю шейха Зайда. Такой интересный паспорт. Сразу видно фото мужчины и слева от него фото жены. Должно быть фото жены. Видимо был неженат на тот момент, когда взяли паспорт у него. Все записи красиво на арабском. Специальная машинка и узоры ковра. Пойдем вперед посмотрим что еще есть. Тоже красивые узоры на дверях. Я так понимаю это современный манжиз, потому что вижу уже сквозь двери подушечки. Подушечки чтобы отклиться, попить кофейку и решить проблемы. Интересно мне сюда можно присесть? Сейчас присяду. ух ты, я сижу в манжелесе Абудаби, где решаются большие дела. за окнами не басрега современной Абудаби. Обнаружили второй этаж, не знаю можно ли заходить, наверное же можно. Сразу бросаются в глаза красивые люстры. микрофоны, что ли? Ага, нету гранат кинотеатра, что я киномеханик. Видимо, отсюда обеспечивалась техническая часть. Инсталляции на стекле перед нами возникают. Видим мы этот зал, где происходит заседание. красиво. По ступенечкам сюда тоже можно выйти, но мне мешает как раз перегородка. Поэтому выйдем мы традиционным путем. И в этом зале конкретно принимались законы. Есть года, и какие законы в эти годы принимались. Ну что, мои хорошие, надеюсь, вам понравилось мое видео сегодня. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была училка физкультуры в Эмиратах, и наше путешествие не заканчивается. Всего вам доброго.